Это утро в Петербурге. Марина Виколохонская, Николай Растворцев в вашей компании. 7 мая, 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 мне уже май. 7 марта на календаре, конечно же, немножко кто-то в этот момент попивает чай. Это какое число, сколько уж я спал. Нет, друзья, все еще март, завтра 8. Обещали вам поговорить на одну очень интересную тему, к этому и приступим. Паула Каэля считает, каждое искреннее и сердечное объятие продлевает жизнь на один день. Так ли это, спросим у психолога Анны Скляренко. Анна, доброе, доброе утро. Доброе утро. Согласны ли вы к Каэля? Добавляет обнимашки? Я думаю, что Паула Каэля даже преуменьшила. Я думаю, объятия добавляют еще больше жизненной энергии, чем один день. Я согласна с этим. Ну вот сегодня, век цифровых технологий, когда мы часто общаемся в мессенджерах, когда мы каким-то другим способом выражаем свою любовь и привязанность, насколько обнимашки остаются актуальными. И вот этот вот близкий тактильный контакт с родными людьми. Объятия до сих пор остаются очень актуальными, потому что современные технологии еще не дошли до того, чтобы заменить вот этот кожный контакт. И какие-то добрые слова, написанные в смс, сказанные по телефону, смайлик добрый, не заменяя того, что таится в недрах нашей кожи и то, что сообщает нашему мозгу через прикосновение объятия. А вот как этот процесс... В чем магия тактильная вообще? Вот если Машу буду обнимать вот так, вот что она должна чувствовать в этот момент? Тревогу? Не знаю. Потому что смотрит моя мама и твоя жена? Моя жена спит, смотрит только твоя мама. Да, здесь очень важный момент произошел. То есть большое значение, кто обнимает и с каким посылом, и согласен ли другой того, кто обнимает. Что за магия происходит? Магия начинает происходить на поверхности кожи, внутри которой есть множество разных нейронов, нервных волокон, которые передают мозгу разную информацию. И есть некоторые нервные окончания, которые передают информацию о том, что когда прикосновение произошло, в мозг поступает информация об этом и вырабатываются определенные гормоны, окситоцин. Считается, что это гормон счастья традиционно, но мало кто знает, что это гормон доверия еще. То есть таким образом человек понимает, что его принимают, его любят, к нему как-то по-доброму относятся. Но это про не все объятия, а, во-первых, про желанные объятия и медленные. То есть такое нежное, медленное, дружеское прикосновение творит такую магию внутри. Но мы просто с ума не рассматриваем. Там тоже обнимают крепко. И медленно, так не спеша. Там все не спеша происходит. А как быть, назовем, может быть, неправильно, не по-медицински, с отрицательно заряженными людьми, знаете, которые отрицают объятия, все это, говорят, да зачем все эти телячьи нежности, нежности мне это все, не надо, отойди от меня. Особенно если впаривают. Один человек, который очень тактильный, а второй так страница. Ежик. Очень непростая ситуация. Лучше это выяснить на берегу, так скажем. Но если это выяснилось как-то позже, то здесь нужно учитывать особенности друг друга. Действительно быть бережным. Потому что не все насильственные объятия не рождают так ситуацию. Но вот Карлсон говорил, что его бабушка чемпион мира по обниманиям, когда рассказывал малышу. Может быть, кого-то просто в детстве недообнимали. И поэтому он сохранил это, он не видел это у папы и у мамы, и он не перенес это в свою взрослую жизнь. Николай, согласна, вполне возможно и такое. Но точно так же, как и наоборот. То есть, возможно, была гиперопека, и ребенка наоборот обнимали тогда, когда он не хотел. Даже у маленьких детей есть смысл спрашивать. Можно тебя обнять? А как вот быть? Объятие, как известно, лучшее лекарство от тревог. Но у каждого лекарства есть рецепт и есть доза. Вот как вы посоветуете действовать тем, кто любит обнимашки? Как не переборщить и как не обделить человека вниманием и обниманием? Если вы любите обнимашки, то я рекомендую искать всех, кто тоже любит обниматься и обниматься. Каким образом искать? Друзья. На улице стоят, обниму бесплатно вот эти люди. Почему бы и нет? Хороший эксперимент такой социальный может быть. Друзья, близкие, знакомые, кто тоже готов? То есть, вы можете просто спросить, тебя можно обнять? Я, например, у всех своих знакомых при встрече спрашиваю, тебя можно обнять? Давай обниматься. Если человек дает согласие, этим можно пользоваться. И при прощании, давай обниматься. Это если люди рядом. Да, а если все-таки люди далеко, вот что может заменить обнимашки и объятия, если любящие друг друга находятся на расстоянии? Как поддерживать этот теплый контакт? Хороший вопрос. Ну, безусловно, теплым общением. То есть, теми же СМС, видео, да, и можно говорить о том, что я бы тебя сейчас очень крепко там обнял, и вот эта фантазия, да, воображение тоже может рождать ту память об ощущениях. Ну что ж, больше обнимашек, хороших и разных, не только в преддверии праздника, но и, друзья, украшайте ваши будни теплыми, добрыми, искренними объятиями. И тогда, возвращаясь к Павлу Каэлю, будем все жить долго, счастливо и радостно. Не пренебрегайте обнимашками.